И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Специально для сегодняшней проповеди я прихватил с собой наглядное пособие. Вот это сито, правда такое более современное, со специальным таким встроенным механизмом. Я знаю, что существуют разные формы сито. Я помню, что вот у моей мамы дома до сих пор осталось ручное сито, и я помню хорошо с детства, как она или бабушка просеивали через него муку. Я вот взял это сито для того, чтобы сегодня объяснить вам одну очень важную духовную истину. Истину о просеивании. Потому что, когда Иисус здесь общается с Симоном, с Петром и говорит о сеянии пшеницы, в буквальном смысле он говорит о ее веянии или просеивании. И в библейские времена люди просеивали или веяли пшеницу различными способами. И был, например, такой способ, когда пшеницу просеивали специальной лопатой или даже специальными вилами с острыми зубьями. Пшеницу брали этим инструментом, постоянно подбрасывали ее вверх, чтобы дул ветер, чтобы веял ветер и сдувал зерен пшеницы мекину. Вы, наверное, помните, когда Иоанн Креститель перед приходом Христа пророчествует о Мессии. Он говорит о том, что Мессия придет с лопатой в руке, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Мы с вами привыкли представлять Иисуса как доброго пастыря с овечкой на руках. Это один из популярных таких христианских образов, но также в Евангелии показана другая картина Христа, Иисуса, стоящего с лопатой. Это образ того, что Он пришел для того, чтобы очистить тех, кто будет верить в Него. И вот через эти образы Слово Божье говорит нам, что вот так же, как муку просеивают через сито, так же, как пшеницу очищают от всякой примеси, чтобы зерна были чистыми и свободными от шелухи, точно так же каждый из нас, однажды как Петр, подвергнется вот этому духовному просеиванию. Наша с вами вера будет испытана. Бог будет допускать в нашей жизни такие ситуации, ситуации просеивания, допускать такие испытания, чтобы наша вера очистилась от лукавства, очистилась от эгоизма, от себелюбия, от сомнений и от прочих вещей, которые не угодны Богу. Давайте посмотрим, вот как Иисус говорит об этом. В Евангелии от Луки в этой же главе. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание, так же и чашу после вечери, говоря, сия чаши, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг у друга, кто бы из них был, который это сделает. Иисус начал говорить о просеивании за несколько дней до Пасхи. И Иисус прекрасно понимал, что через несколько дней он должен взойти на крест и стать вот этим пасхальным агнцем, берущим на себя грехи мира. Он знал, что пророчества должны исполниться, и это должно произойти. И это был один из самых напряженных моментов в его служении, когда перед этим в Гефсиманском саду он молился, и под его сказано было, как капли крови, то есть огромное духовное давление. Иисус переживал, и он колебался, он молился Отцу и говорил «Отче, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И он знал, что этот день уже приближается. Поэтому за несколько дней до этого события он собрался со своими учениками в одной из горниц, чтобы принимать вечерю. И когда они вечеряли, общались, Иисус сказал о том, что среди этих учеников есть предатель. Он открыл им и сказал, что с нами за столом присутствует «Тот, кто предаст меня». Но тогда никто из учеников этого не понял. Но мы знаем, что этим человеком был Иуда, который, несмотря на то, что был таким же призванным апостолом и совершал такие же чудеса, как другие апостолы, исцелял больных, изгонял бесов. Но в этот момент что-то происходило в его сердце, он допустил в свое сердце алчность. И вот этот горький корень отравил его. И Иуда, сатана овладел его сердцем, Иуда решил предать своего учителя. И это был замысел дьявола. И знаете, сатана, когда овладел этим учеником, конечно же, он не собирался сдаваться. Он планировал, чтобы миссия Христа провалилась окончательно. Поэтому, конечно, он строил планы и на других апостолов. И он стал пытаться, после того, как он почувствовал, что Иуда находится в его сетях, стал строить планы, как завладеть и другими учениками. И вот прямо во время того, когда они вечеряли и общались, вдруг в этот момент и услышали о том, что кто-то из них предаст его, в этот момент между ними начинается спор, разгорается спор о том, кто из них должен почитаться большим. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И ученики почувствовали и подумали, что если получится так, что Иисус оставит их, должен быть среди них кто-то, кто станет главным среди них. И они стали спорить, они стали выяснять отношения. Я думаю, это была не очень приятная такая картина. Представляете, вечеря. И они, как иудеи, должны были благодарить Бога, вспоминать исход, читать Тору. Но в этот момент эти мужчины начинают спорить между собой. И вот нередко приходится оказываться в таких ситуациях, когда мужчины ругаются. Обычно как-то мужчины мирно решают свои вопросы. По крайней мере, в тех ситуациях, где я был. Но когда оказываешься в такой ситуации, когда начинаются разборки среди мужиков, знаете, это не очень такая приятная картина. И вот представляете, прямо на вечере они спорят, выясняют отношения. И наверняка там был слышен громкий голос Петра, который говорил, «Скажите, вы спорите тут, кто из вас больше? А кто из вас ходил по воде? Скажите, кто из вас первый получил откровение о том, что Иисус Сын Божий? Кто, кому первому Отец Небесный открыл? Да, открыл эту истину? Скажите мне, на ком Иисус собрался строить свою церковь? Кого Он назвал скалой? Поэтому какие могут быть у вас вопросы по поводу того, кто из нас больше? Возможно, были такие разговоры. Но, несомненно, мы видим, что Петр был один из ярких лидеров в этой кампании. И, конечно, он рассчитывал на то, что вот вся власть и привилегии достанутся ему. Но Иисус, когда смотрел на все это, конечно, ему было очень печально все это видеть. Поэтому ему пришлось заново объяснять своим ученикам законы Царства Божьего и учить, что правила Царства Божьего, они отличаются от законов этого мира. И вот он дальше говорит, он же сказал им, цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. И Иисус стал объяснять им и говорить о том, что в Царстве Божьем тот, кто хочет быть большим, должен быть меньшим. И тот, кто начальствует, должен быть всем слугою. Своим примером он это показал. Он говорит, вот вы возлежите, а я служу. Иисус ходил там на вечере среди них, как официант, раздавал хлеб, наливал вино. И он показывал им, и он говорил, кто хочет из вас быть большим, будь всем слугою. И после этого, смотрите, Иисус дает им просто потрясающее обещание. 28 стих, давайте прочитаем. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец Мое Царство. Да идите и пейте за трапезу Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах, судить двенадцать колен Израилевых». И вот здесь Иисус дает им невероятное обетование о том, что все они в Царстве Христа займут почетные места. За то, что они разделили с Ним эту участь и были Его учениками, откликнулись на Его призыв и последовали за Ним, учились от Него. Иисус говорит им, что за это они разделят с Ними славу. И однажды они сядут вместе с Ним на этом престоле славы и будут судить двенадцать колен Израилева. И я думаю, что когда ученики услышали вот эти слова, слова, которые, по сути, уже были гарантированы, то есть, по сути, Иисус уже гарантировал им вот эти почетные и уважаемые места, я думаю, что, конечно, они просто были восхищены, они были очень довольны собой. Наверное, спор между ними немножко так успокоился, да? Они сказали, ну ладно, ребята, в принципе, неважно, кто большим, все мы будем сидеть и судить эти колена Израилевы. И вот они думали, они этим восторгались, были восхищены этим. Должно быть, знаете, немножечко вот в их душе струночки так расслабились, они подумали, вау, здорово, Иисус дал это обетование, можно расслабиться, можно успокоиться. Но вот в этот самый момент как раз Иисус внезапно поворачивается к Симону и говорит ему эти слова, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Почему Иисус обратился именно к Симону, а не к Иоанну или к Нафанаилу, или Матфею, или другим ученикам? Почему? Потому что Симон был ключевой фигурой, потому что сатана знал, что Симон, Петр, станет одним из столпов первой церкви. И сатана прекрасно понимал, что Петр понесет на себе ответственность за эту первую общину христиан. Он знал об этом, поэтому он строил прежде всего свои планы в отношении этого апостола. И после Иуды, своей главной мишенью, сатана сделал будущего пастора церкви, Симона, Петра. Именно на него он направил свои раскаленные стрелы. Поэтому, возможно, воспользовавшись его же словами о первенстве, он подошел к Иисусу в этот момент и стал нашептывать и говорить, «Иисус, я знаю, что у тебя есть планы по поводу Симона. Ты собираешься сделать его столпом первой церкви, и это так. Но послушай, Иисус, действительно ли Симон является достойным кандидатом на эту роль? Я думаю, что он не справится с той обязанностью, которую ты хочешь ему дать. Вот посмотри внимательно на этого выскочку. Посмотри внимательно. Да, были в его жизни ситуации, когда он отличался своей верой, но посмотри, были такие ситуации, когда он позорно тонул на глазах всех учеников. Я думаю, Иисус, нужно просеять Петра. Нужно допустить вот такой момент в его жизни, чтобы вот вся шелуха, которая у него есть, отпала. И я уверен, Иисус, если просеяние начнется в его жизни, то ты увидишь, что все, что, вся вера, которой хвалится этот человек, это просто не что иное, как показуха. Это шелуха. Скорее всего, он упадет точно так же, как упал Иуда. Иисус, Он разрешил начаться просеиванию в жизни Петра, но разрешил на определенных условиях, разрешил по определенным правилам. Первое, что произошло, Иисус стал молиться за Петра. Это произошло даже до того момента, как Иисус сказал ему об этом. То Иисус чувствовал и знал эту ситуацию, что Петр подвергнется вот этим духовным атакам, но уже заранее он стал молиться. И когда этот момент настал, когда Сатана там на вечере проявил вот так свое присутствие, Иисус уже заранее предупредил Петра и сказал ему, Симон, Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился за тебя, чтобы твоя вера не оскудила. И более того, я молился, чтобы эта ситуация привела ко благу и чтобы ты после этого смог утвердить своих братьев. То есть, смотрите, это просеивание должно было происходить в жизни Петра под контролем Божьим, в мудрости Божьей. И Петр, когда услышал эти слова Иисуса, сказал, 33 стих, Петр отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Петр на самом деле не представлял, с чем ему надлежит столкнуться. Это были только слова. Он думал, что он на самом деле сможет доказать свою верность Иисусу. И говорил, Иисус, ну ты же знаешь, я готов свою жизнь отдать за тебя. Я настолько люблю тебя, что и в темницу, и на смерть. Но Иисус знал всю реальность, Иисус знал слабости его природы, Иисус знал, что Петр далеко не совершенен. И поэтому он сказал ему, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И, возможно, вот эти слова, они буквально отрезвили Петра. Может быть, он в глубине сердца и не согласился с Иисусом. Возможно, ему на какое-то время пришлось просто вот так притихнуть, замолчать, потому что он знал, что Иисус не бросает слов на ветер. Но, возможно, он задумался. Но мы знаем с вами прекрасно, что через какое-то время просеивание в жизни Петра началось. Это произошло, когда Иисус предстал на судилище, когда Иисуса предали и отвели, и стали пытать. И во время этого Петр вместе с другими учениками и людьми находился недалеко от того места. И вот следующие стихи, 56 стих. «Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошлось час времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда он говорил, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал». И в этот момент сатана наверняка шептал ему вот эту свою ложь. Он злорадствовал над ним и говорил, «Петр, это ты являешься скалой? Это ты собираешься пасти церковь? Петр, это ты собирался сидеть там вместе с Иисусом за райским столом? Посмотри на себя, Петр, ты согрешил. Ты согрешил против того, кто призвал тебя и кто доверял тебе. Ты отрекся, ты безнадежен, ты недостоин этого служения». Знаете, вот когда вот эту истину о просеивании разбираешь, когда эти стихи читаешь, то вот в этой истине очень много становится понятным. То есть такие главные вопросы нашей духовной жизни, что ли, они очень легко проясняются. Например, вот один из таких главных вопросов, который часто задают христиане, вопрос, который касается действий дьявола и действий Бога в нашей жизни. Знакомые вопросы. Мы знаем, что, да, вот это такой серьезный вопрос, потому что все мы, как дети Божьи, как христиане, участвуем вот в этом духовном сражении. И вот когда читаешь эти стихи, то с одной стороны понимаешь, что сатана, он действительно обладает определенным влиянием на нашу жизнь. Да, мы знаем, что своей смертью и воскресением Иисус поразил этого врага. И, по сути, дьявол является врагом побежденным. Иисус сказал, что у него ключи ада и смерти. И своим воскресением Иисус отнял у сатаны всю власть и силу. Но, тем не менее, Библия говорит нам, что сатана остается по-прежнему князем века сего, князем мира сего. И в молитве Отча наш Иисус учит нас молиться, чтобы Господь хранил нас от лукавого. То есть, поэтому вот эти истории говорят нам о том, что, конечно же, мы не должны бояться сатаны, мы не должны бояться этого врага. Но вот все эти примеры, связанные с падением Иуды, связанные с отречением Петра, вот все эти вещи должны учить нас такому серьезному отношению к этим вещам духовным. То есть, эти примеры должны нас учить, насколько враг наших душ коварен, насколько он опасен, насколько опасно давать ему место в нашей жизни, заигрывать с ним, потому что его конечная цель – украсть, убить и погубить. Поэтому каждый раз, перед тем, как начать просеивание в твоей жизни, перед тем, как в твоей жизни начнутся какие-то испытания твоей веры, знай, что Иисус в курсе этого. Если ты чувствуешь, как тебя стало потряхивать в этом сите, знай, что значит Господь готовит к тебя к чему-то важному. Он готовит будущего столба церкви. Он готовит будущего служителя. И Он делает это с определенной целью. Он знает, что это просеивание, если оно началось в твоей жизни, оно принесет пользу только тебе и твоим ближним. В конце давайте откроем Евангелие Теана, 21 главу. После того опять явился Иисус ученикам при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, и Нафанаил, и сыновья Зеведеевы. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его, «Кто ты?» Зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. И это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему и в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Эти слова Иисуса, они говорят нам, вот этот урок просеивания, знаете, самый главный урок просеивания, это урок в том, что Иисус любит нас, несмотря ни на что. Дальше, когда мы читаем о жизни Петра в деяниях апостолов, дальше, мы видим, что Петр был другим человеком, он не принимал похвалу от людей. Когда это происходило, когда Бог его руками совершал чудеса, и он пас первую церковь, он действительно имел сокрушенное сердце, я думаю, что в такие моменты, когда люди уже хвалили его, он понимал, что это все благодаря Господу, и он в сердце своем благодарил Иисуса за то, что он допустил вот эти ситуации и показал ему, кто он есть на самом деле. И вот поэтому давайте помнить, дорогие, да, что вот все, что бы ни происходило в нашей жизни, это происходит во благо, чтобы исполнились великие планы Божьи в нашей жизни. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн. В разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви NewLife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова